Здравствуйте, дорогие криворожане! Сегодня мне предоставилась хорошая возможность рассказать об успешном благотворительном проекте, который существует в нашем городе с октября 2014 года под названием «Благотворительный магазин» и носит магазин название «Благодарный». Магазин «Благодарный» был открыт, как я уже сказала, в октябре 2014 года. Изначально, с чего все началось? Изначально благотворительный фонд «Ор Авнер», директором которого я являюсь, при еврейской общине, мы стали собирать помощь от жителей района Центрального городского и всего города для людей-переселенцев из восточных регионов. Это стало настолько разрастаться, что помещения стало уже очень мало, много людей стало приносить помощь к нам в синагогу. И при содействии благотворительного фонда «Ор Авнер» эти все вещи вскоре переехали в помещение, которое было предоставлено депутатам городского совета Михаилом Иларионовичем Мармером совершенно на безвозмездной основе. И на вопрос, зачем вам это нужно, был простой ответ от него. Но это же для людей. Так мы переехали в помещение, которое находится по улице Лермонтова, 16, остановка лицей, как ехать на площадь освобождения. Расположились там. И наш «Благодарный» магазин стал функционировать с этих пор. По какой схеме работает благотворительный магазин? Это идея не нова для нас в мире. Таких магазинов существует тысячи и тысячи. Они уже существуют на протяжении 70 лет. И в самых богатых странах есть такие магазины, так как население этих стран не приучено выбрасывать вещи, которые они уже не используют. Поэтому люди эти вещи отдают тем, кому они действительно необходимы. Так вот, я хочу рассказать о схеме действия работы нашего благотворительного магазина. Жители города приносят к нам в магазин вещи, которые они уже не используют. Это одежда, книги, сувениры, бижутерия, сумки, обувь, зонтики и даже комнатные цветы нам приносили. Потому что люди, они уже не используют, как говорят, выбросить жалко, отдать не знаем кому. Вещи в хорошем состоянии. 40% вещей наши волонтеры отделяют, перебирают для различных организаций, нуждающихся в этом. Это и больницы, и одинокие пациенты, которые попадают в эти больницы, и многодетные семьи, и одинокие мамы и отцы, дети-сироты. А остальная часть, которая остается в магазине, мы тоже приводим в порядок, пришиваем пуговицы, подглаживаем. Вещи все в хорошем состоянии, остаются в магазине и реализуются по самым минимальным ценам. Цены – это условное обозначение, так как люди, заходя в этот магазин, приобретая то, что им понравится, цены у нас такие, от рубля до 50 гривен. Это не цена за товар, это сумма пожертвования этим человеком на благотворительной цели. То есть специально, может быть, кто-то не знает, куда идти делать пожертвования. Может, он хочет кому-то помочь, но не знает, куда. Потому что сейчас очень много благотворительных организаций, которые нечестно ведут свою работу, или люди не знают адресов именно этих организаций, не доверяют расчетным счетам, не зная, кто за этим счетом стоит. У нас работа ведется все открыто. Вот, например, женщина, приобретая блузку или сумку за 15-20 гривен, это 15-20 гривен – это ее сумма пожертвований на добрые дела. Итак, пожертвования собираются и перечисляются, тратятся на благотворительные цели, на благотворительные адреса в нашем городе. Сейчас очень много помогают все переселенцам, бойцам в зоне. То мы тоже не стоим в стороне, я просто пропущу эту статью расходов. Но мы немножко отвлеклись от того, что в нашем городе все равно остались люди, которым очень необходима помощь и которые не могут сами справиться с какой-то проблемой, которой необходимо финансовое вливание. Это и операция, и обследование, и на продукты не хватает. Это, значит, приобретение лекарств в аптеках, мы знаем цены, какие сейчас в аптеках. Вот, это прививки новорожденным. Но об этом я немножко расскажу позже. И вот такой вопрос, почему мы этим занимаемся? Часто задают вопрос, зачем вам это надо, почему мы этим занимаемся? Значит, принцип нашей работы – это открытость. Зайдя в магазин, вы получите абсолютно всю информацию о работе нашего магазина. Лежит у нас книга, тетрадь с телефонами, с адресами, куда была отправлена помощь. То есть любой может перезвонить и уточнить, была ли получена помощь этим человеком или организациям. Есть фотографии, есть чеки, все открыто. Так вот, почему мы этим занимаемся? Мы занимаемся развитием благотворительности в нашем городе уже давно. Благотворительный фонд ОРАВН работает с 2001 года, как я уже сказала, при еврейской общине. И задачей этого благотворительного фонда – это была помощь и распространение помощи среди населения еврейской национальности. Но потом мы расширили рамки, и помощь стала поступать и оказывается различным категориям, и малообеспеченным, и мы не смотрим ни на какую национальность. То есть всем, кто нуждается в этой помощи. Также этот благотворительный магазин в своем роде стал не альтернативой, а параллельной помощью государственным структурам, которые оказывают помощь. Но не всегда хватает средств, не всегда хватает возможностей у государственных структур. И государственные структуры направляют к нам в магазин такие категории, как многодетные семьи, дети из домов семейного типа, сироты. Мы их полностью там одеваем, не мы работники магазина одеваем, а вы, криворожане, их помогаете одеть, потому что вы приносите к нам в магазин вещи. Также нам помощь поступает, узнав о нашем магазине, бывшие жители нашего города, наши земляки, которые проживают за границей. Точно так же организовывают там акции по сбору вещей и присылают к нам, так к нам поступили посылки из Канады. Вчера пришла от Марии Благовой из Бельгии. Она между своими подругами, знакомыми собрала 4 коробки детских подростков и вещей и переслала к нам в магазин. Вчера мы это все распаковали, развесили и уже таким образом мы собираем сейчас пожертвования на операцию «Мальчику двух лет», которая в июне будет проводиться на базе 8-й городской больницы удаления опухоли. Список составлен, мы приобретем все нужное для этой операции. Но благотворительная помощь была собрана благодаря тому, что криворожане не проходят мимо магазина «Лермонтово-16», не ленятся сделать ревизию в своем доме и принести к нам в магазин такого рода вида добровольной помощи и пожертвования. И в заключении, дорогие земляки, я хочу вам сказать, чтобы не было моего выступления голословным, кто уже получил, какие адреса мы уже отправили помощь. Это у нас и социальное общежитие для сирот, и интернат для детей-инвалидов в Саксаганском районе, и отделение больниц 16-е, 4-е, 3-е, нейрохирургии «Тысячки», и будем дальше продолжать помогать. И больница для детей, которые с туберкулезом или обследуются по Насурикова, санаторий там, и коммунальный центр социально-психологической реабилитации детей, и дом ночного пребывания, потому что мы считаем, что там тоже люди живут. И этот список можно продолжать и продолжать. Я приглашаю всех прийти к нам в магазин, получить информацию и сделать свой вклад в благотворительность. Цель нашего магазина еще дать возможность людям поучаствовать в благотворительности, не прилагая к этому очень много усилий. Я хочу еще сказать, что благотворительностью, уважаемые криворожане, нужно заниматься с открытым сердцем. Если вы не доверяете тому или иному фонду или адресу, кто собирает, не надо делать такую благотворительную помощь. Просто нужно довериться, поверить и идти в те организации, которые действительно уже зарекомендовали себя, как порядочные, честные организации, и которые действительно оказывают практическую помощь детям, старикам, женщинам, мужчинам, организациям. Мы участвуем в благотворительных акциях, которые проходят в нашем городе. Еще раз хочу напомнить, что мы вас с удовольствием ждем и хотим дать вам возможность примкнуть к благотворительному движению по улице Лермонтова, 16, остановка лицея напротив магазина «Бульбуль». Ждем вас. До встречи.